В кадетском классе хорошая дисциплина, там мои любимые одноклассники. В кадетском классе можно многого достигнуть, смелости, отваги. В кадетском классе надо помогать старшим, уважать старших, ценить всех и любить свою Родину. В торжественном строю Владислав стоит рядом со своими одноклассниками, которые приняли для себя решение носить почетное звание кадет. Церемония посвящения учеников Муховецкой школы в кадеты состоялась в Доме культуры. Решение стать друзьями правоохранителей налагает на ребят обязательство быть стойкими и мужественными, готовыми к испытаниям. Пятиклассники с первых дней своей кадетской жизни доказали, они достойны гордого звания. У нас подтянулась резкая успеваемость в четвертом классе в прошлом году, когда узнали, что у нас будет организоваться кадетский класс, это будет конкурсный отбор. То есть очень много желающих было. Это во-первых. Во-вторых, средний балл кадетском классе 8,64 был на момент поступления зачисления. А в-третьих, у нас было на конец четвертого класса 53 ученика в параллели, сейчас у нас 58. Популярность кадетских классов гражданской правовой направленности с каждым годом растет. Пополнение в свои ряды на этот раз принимали милиционеры. 12 девочек и 8 мальчиков получили статус юных друзей милиции. Высокие показатели в учебе и дисциплине – то, чему в первую очередь отдают внимание и учат в кадетских классах. В расписании у ребят появятся новые предметы – основы строевой подготовки, занятия в различных спортивных кружках и секциях, изучение основ нравственности и этикета. Учеба в кадетском классе у новоиспеченных защитников правопорядка продлится до 11 класса. Надев форму, ребята будут с честью и достоинством нести свое почетное звание, ведь сегодня звание кадетов говорит о всесторонне развитых молодых людях, умеющих ценить и продолжать лучшие традиции Отечества. Это было абсолютно коллективное решение, не могу сказать, что оно было выстрадано, это было единодушное мнение. Ну а решение все-таки наше с супругой, по-видимому, заключалось в том, чтобы дети воспитывали в себе прежде всего стремление быть всегда на стороне справедливости и поступать по справедливости. Я думаю, что учеба в этом классе будет способствовать именно развитию такого великолепного качества. Сегодня пятиклассники только постигают язык детского воспитания и неважно, какую профессию выберут в будущем. Главная задача – стать хорошим человеком.